В канун Нового года в Кремле проходило шестая сессия Верховного Совета РСФСР, девятого созыва. В работе сессии приняли участие руководители Коммунистической партии и Советского правительства. С докладом о задачах Совета народных депутатов Российской Федерации, вытекающих из Конституции СССР, решении Октябрьского пленума ЦК КПСС и доклада Генерального секретаря ЦК КПСС, председателя Президиума Верховного Совета СССР Леонида Ильича Брежнева на внеочередной седьмой сессии Верховного Совета СССР выступил председатель Президиума Верховного Совета РСФСР депутат Яснов. Каждый советский гражданин, все прогрессивное человечество восприняли новую Конституцию СССР как важнейшее событие нашего времени. С докладом о государственном плане экономического и социального развития РСФСР на 1978 год выступил заместитель председателя Совета Министров РСФСР депутат Масленников. Министр финансов Республики депутат Бобровников доложил сессию о бюджете РСФСР на 1978 год и об исполнении бюджета за 1976 год. По докладам товарищей Масленникова и Бобровникова, сессия единодушно приняла соответствующие законы. Вся работа сессии была проникнута заботой о благе человека. С хорошим настроением провожали советские люди 1977 год. Это был год славного юбилея 60-летия Великого Октября, год принятия новой Конституции СССР, год больших трудовых свершений. В единую энергосистему страны в 1977 году поступило более 1 триллиона киловатт-часов электроэнергии. Став на трудовую вахту в честь 60-летия Великого Октября, в металлурге страны выплавили тысячи тонн чугуна, стали, проката, сверх плана. Трехсотмиллионную тонну стали дала магнитка, первенец социалистической индустрии. Передовыми бригадами угольной промышленности добыто сверх плана более 1 миллиона 200 тысяч тонн топлива. Новая техника, новая технология помогли советскому человеку осуществить самые дерзновенные мечты и планы. В августе 1977 года самый мощный в мире советский атомоход Арктика впервые в истории пробился через многометровую толщу льдов и достиг Северного полюса. Новые виды машин для народного хозяйства выпустили машиностроители. В завершающей битве за урожай приняли участие мощные КАМАЗы. Свыше 1 миллиарда 100 миллионов кудов таков хлебный каравай Украины в юбилейном году. Успешно осуществлялся план интеграции в рамках СЭФ. Рабочие страны туристического содружества на сотни километров протянули нитку газопровода Оренбург, западная граница СССР. Весомым вкладом в науку, смелыми экспериментами отметили советские ученые этот год. Продолжалось изучение космического пространства. Космонавты Юрий Романенко и Георгий Гречко на борту орбитальной станции «Салют-6» проводят важную научную работу в интересах народного хозяйства страны. Заботы космические, заботы земные. Человек. Как он живет сегодня, как он будет жить завтра, главная забота партии и советского государства. Новый детский сад на БАМе. За два года десятой пятилетки справило новоселье 22 миллиона человек. Каждая строка новой конституции не только утверждает права всех граждан, но и обеспечивает их осуществление. На внеочередной седьмой сессии Верховного Совета СССР генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев говорил, что новая конституция – концентрированный итог всего 60-летнего развития советского государства. Она ярко свидетельствует о том, что идеи, провозглашенные октябрем, заветы Ленина, успешно притворяются в жизнь. В центре внимания всего мира новые важные предложения Леонида Ильича Брежнева по укреплению мира, дальнейшей разрядке напряженности, запрещению ядерного оружия. Все прогрессивное человечество высоко оценивает программу мира первой страны социализма. предновогодние дни, как всегда, хлопотливые, полные веселых забот. Надо успеть подготовить новые наряды для новогодних елок. Добрая улыбка – спутницы хорошего настроения. Лесные красавицы украсили улицы и площади городов. Модельеры позаботились о новых зимних нарядах. Своеобразный подарок Новому году – программа победителей турнира на приз газеты «Новель де Москву» Ирина Моисеевой и Андрея Миненкова. Оригинальные новогодние сувениры для детей и взрослых – «Дымковская игрушка». Домашка Готовили свои подарки работники тепличных хозяйств, кондитерских фабрик, заводов шампанских вин. С Новым годом, товарищи!